друзья всем привет вы на канале роман x сегодня речь пойдет как вы уже поняли о пинпойнтерах сегодня мы поговорим как выбрать себе пинпойнтер под свой коп сегодня мы поговорим какой лучше будет нам пинпойнтер для каждого из вас я просто расскажу о них какой обладает какими характеристиками а вы уже сами выберите какой для вас будет удобнее и так с чего мы начнем я копаю давно и с разными пинпойнтерами уже походил и кое-какой опыт имею то есть с потолка брать ничего не буду все на собственном примере один из первых буду потихонечку наверно их разворачивать и о них рассказывать давайте так поступим значит вот один из первых моих пинпойнтеров был вот такой это китайский китайский гард я не хочу сегодня речь поднимать о китайских пинпойнтеров но это это полный бред считаю потому как вот именно вот этим прибором вот это я тут тоже надписи разные там сам подделал ведь это они естественно стерлись китайский пинпойнтер и не буду ничего говорить это один в один есть такой же городовский до город как наш калашников очень многим он понравился надежный самое главное и все они практически работает от короны включил пошел на так точно таком же городовском есть несколько вариантов поиска нажатием включается фонарик нажатием и удерживанием мы можем выбирать режимы глубже либо потише также можем выбрать режим отдельно вибрация отдельный звук и отдельная вибрация плюс звук фонарик также можно будет отключать и напоминаю оригинал гард то он водонепроницаемый по моему там до трех метров что свободно можно нырять дальше переходим тоже китаец gold hunter но вот из всех китайцев ребятки вот этот gold hunter наверное это среди китает китайцев если бы этот наверное наиболее лучше с ним сумочка сумочки идут со всеми пинпойнтерами здесь аппарат намного легче то есть качество получше и но сам легче этот намного тяжелее также он водонепроницаемые подводные вот это ребро жесткости очень здесь удобно и она во первых я не за камера увидит камера как бы тут показать она немножко под праворукого человека сделано немножко скошена вот сюда разгребает очень отлично я тоже таким ходил это абсолютно новое меня сейчас лежит с таким я ходил и что я могу сказать надежный аппарат и глюков не дает надежность это одно из преимуществ пинпойнтера я считаю но кнопка кнопка опять слабоватая это ну соотношение цены качества в принципе довольно таки неплохой прибор чуть позже в конце когда будем подводить итоги мы с вами поговорим именно о самых необходимых качествах глубина обнаружения вопрос который всегда стоит перед камрадами глубина обнаружения надежность и функции с китайцами больше я связываться друзья не буду и больше я на этом вопрос застрять не буду китайцы есть китайцы ну давайте вот у меня две коробки два абсолютно новых пина это у нас турецкий производитель nokta pointer есть еще макропойнтер да как вы знаете макросмотр и снова то они сейчас объединились и прибор делали по-разному в смысле практически они были одинаковые только единственно один вода полностью водонепроницаемая а это с погружением по моему тоже ну где-то там до трех метров приблизительно успел я с ним походить некоторое время прям буквально три или четыре выхода очень неплохой хочу вам сказать прибор из очень богатой комплектации как вы видите в магазине где я взял это магазин уже наверно все знаете его у деда мити вот пожалуйста рекомендую всем магазин проверенный огромный ассортимент продукция вся фирменная ну и официально естественно вот гарантия заказывая в интернет-магазине но помимо интернет-магазина у деда мити также есть еще находится два магазина в подольске в серпухове за все годы работы магазин получил 1000 положительных отзывов от довольных покупателей ну и если друзья если вы захотите купить в магазине у деда мити себе приборчик можете назвать промокод романикс канал или просто романикс и при покупке металл детектора получите хорошую скидку либо подарочек ну давайте об этом конкретно nokta nokta pointer хочу вам сказать что довольно таки не легенький он но зато стабильный здесь к минусу можно отнести только одно я считаю здесь нет такой петельки чтобы вешать не потеряю вот такую и здесь вообще в принципе вот этой хрена тень и тут нет но сюда можно заказать кольцо если вы не знаете где заказать сюда кольцо я вам подскажу человек делает лазерная резка отлично делает с ним же идет батареечка варта и вот очень интересная штука вот такой вот чехольчик и здесь есть две насадочки насадка ковырялка вот с такими ребрами и гладкий гладкий больше наверно подойдет для пляжа но это земле к вариации здесь у нас плюс и минус то есть глубину обнаружение можно выбирать плюсом и минусом также можно убавить много заморочек я такие пинпойнтеры честно говоря не очень люблю я люблю чтобы тенс включил и пошел богатая комплектация может быть из-за этого и ценник он не очень дешевый вам хочу сказать но очень надежный надежный в каком плане глюков не ловит в отличие например как вот такой вот пинпойнтер ценник бомбезный хочу вам сказать довольно таки не дешевый но при всем этом при полной чуйки ловит глюки просто вот при таком вот шевеление отзывы от тех кто такие вот покупали себе пинпойнтеры ну довольно таки хреновый хочу вам сказать бешеные денег стоит столько отдавать и он еще и с глюками работает переходим к другому металл детектору это у нас mars н.д. украинский производитель я хожу именно с этим пинпойнтером значит что я про этот могу сказать проект я вообще много могу сказать ну каждый выбирает под свой коп друзья если вы ходите ночью вами обязательно нужен пинпойнтер который хорошо светит ну и вот опять же про глубину обнаружения но зачем она нужна большая я считаю для пинпойнтера но 5 сантиметров потолок больше она не нужна просто-напросто ребята ну вы что не нужны вот эти вот все как вот как вот в этом всем прибор хорош но лично для меня это ни к чему как вот для вас пусть выберет себе каждый увеличить чуйку уменьшить чуйку в любом случае после отключения он опять возвращается в тот режим в изначально в каком и был то есть вот но ни к чему я мне для меня лично я не знаю как вам но для меня лично это не интересно включил нашел выключил и засунул назад его в кобуру все вот лично я считаю вот это самый лучший самый лучший ну по надежности то есть это вот марсовским ним реально друзьям можем пленение не знаю хвости наверное заколачивать это очень хороший самый надежный из всех которыми вот я пользуюсь самый надежный мне показался именно вот этот далее у нас идет вот такой вот пинпойнтер tx 2002 ну ребята здесь также вот из плюсов назвать ну нет в нем никаких плюсов а вот из недостатков я не знаю во первых динамический режим то есть вы его включите им надо поставим вот так махать махать на цели в принципе как и китайцы раньше делали сейчас уже в статике начали выпускать это еще но пол беды ну и но динамический режим это уже все моего списываем но я не знаю какой еще есть пинпойнтер блин который я вообще никому не стал бы рекомендовать вот такой точно 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 вспомнил вот такой вот есть фишер и в point но тоже друзья вообще в нем никаких плюсов нету понимаете но видит в упор там ну сантиметр может быть мелочь вы им вообще не найдете вот это крутилка вот это впереди их постоянно и над настраивать после выключения надо опять подкручивать в общем что давайте подведем итоги друзья да мы уже их так вкратце подвели какие я вам не рекомендую брать вот а вы же там сами определяйтесь да вот например если вот я вот такой вот я бы друзьям конечно бы порекомендовала сегодня не знаете вот как вы метаетесь между таким таким или таким какие взять я вот смело сказал там дружище бери вот марсский не ломай себе голову будешь копать ты с ним несколько лет я даже не знаю когда он когда он может сломаться только сильно наступить на него это близь сломать его он по моему нереально по линейке никогда я не буду делать эти тесты тоже читают вообще глупостью друзья как вы считаете вот свое мнение расскажите пожалуйста с каким пинпойнтером выходите и вот как вы вообще считаетесь предложено что на ваш взгляд лучше какой может быть новички которые будут смотреть этот ролик почитают комментарии там уже от вас так сказать от первых лиц непосредственно кто с каким ходят ваши рекомендации вот в принципе на этом все друзья вот такие вот у нас сегодня были на обзорчике или не обзорчике вот побеседовали хорошо давайте дальше будем продолжать беседовать в группе тамбовские кладоискатели ссылка будет под видео также мы можем побеседовать здесь в комментариях под видео пишите что вам не переходить не по каким ссылкам я желаю вам чтобы у вас были надежные приборы чтобы они не ломались и не фонили и не глючили всем удачи и пока и